В 30-е годы Рембрандт пишет очень много заказных портретов. Мастерство его становится все совершеннее, и все-таки почти все заказные портреты долгое время были намного слабее портретов матери, саски и автопортретов. В них есть налет холодности, который не дает зрителю возможности установить полный контакт с этими холстами, так же, как художник, очевидно, не мог установить духовный контакт с позировавшими ему людьми. Таков был блестящий портрет Мартина Дая. В бесконечном потоке заказных портретов 30-х годов к числу столь же блестящих и самых выразительных относится большой поколенный портрет Марии Трип. Он находится в Амстердамском Рекс-Мюзеуме. Портрет этот очень красив в живописном отношении. Дама стоит в пролете арки, пышно разодетая, в тяжеловесном платье, расшитым золотом, с пелериной из белых фламандских кружев, накинутых на узкие плечи. В полуопущенной левой руке она кокетливо вертит веер, украшенный нитями жемчуга. Взгляд ее широко раскрытый глаз безразличен, но на подкрашенных губах играет неопределенная улыбка. Рембрандт не выписывает детали, хотя картина кажется детально проработанной и вполне законченной. Черный шелк платья, золотое шитье, белоснежные ажурные кружева – все это написано очень свободно и в то же время очень точно положенными мазками. Так, кружева на плечах и рукавах состоят из черных и белых мазочков и запятых. Кружева-розетки на платье вылеплены несколькими мазками густых белил, а потом этот красочный рельеф покрыт тонким слоем черной или золотистой краски. В отличие от костюма, красивое лицо исполнено с величайшей тщательностью приемами многослойной живописи. Острый взгляд дамы, пожалуй, чересчур настойчив. Как и ее легкая улыбка, он лишен благожелательности. По-видимому, эта представительница одного из богатейших патрицианских семейств Амстердама восхищала своей красотой и вкусом Рембрандта живописца, но отнюдь не внушала симпатии Рембрандту человеку. В результате их встречи возник великолепный портрет, где высокое общественное положение, вкус, изящество, красота заказчицы получили достойное воплощение. В этом состоит парадность портрета, но это и беспощадный документ, раскрывающий истинную сущность моей трипа, как далеко не привлекательной, глубоко эгоистичной и расчетливой человеческой личности. Добро и зло, человеческие достоинства и недостатки, красота и пороки как бы выходят за грань светской нормы и приобретают более широкое общечеловеческое значение. В этом смысле Рембрандт делал здесь первые шаги от парадного портрета к своим поздним произведениям, составившим гордость всего человечества. История искусства знает два типа портретов. Портрет объективный, таков портрет Марии Трип. Это портрет, где портретируемому дана блестящая характеристика, где художник проник в его психологию. Он не претендует на создание обобщающего образа. Изображение конкретного человека перерастает в типичный образ. Вתписывающество Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok